Сергей, какая из профессий кино вызывает в вас наибольшее сострадание? Актер. Актер, почему? Ну, потому что он больше всех уязвим и... Ну, с одной стороны, зависим, а с другой стороны, уязвим от восприятия, от зрительских симпатий. Поэтому так. А вот сегодня, на ваш взгляд, актеру труднее, чем, скажем, лет десять назад? Да. Почему? Потому что, как мне кажется, что ему все время сегодня приходится слишком много тратить сил, для того, чтобы вот это все окружающее как-то отбросить. Потому что ведь он тоже нормальный живой человек. И для того, чтобы выйти на сцену или... Ну, вот я вот, поскольку я театральный актер, это испытываю чаще. Потому что вот в кино это план, это можно подготовиться, в кино можно настроиться. А спектакль, это бывает сегодня неприятности, сегодня какие-то ужасы. Тебе не хочется играть, но тебя ждут полторы тысячи зрителей, поэтому ты должен слишком много сил для того, чтобы все это забыть. Вы начинаете достаточно много сниматься сейчас в кино. У меня есть возможность что-то изменить, что-то исправить. У меня есть возможность как-то, ну, если так говорить, поговорить с ними. А кино это, к сожалению, как Ранинская говорила, да, вечность. Поэтому это... Развит топором на всюду. Да. И, к сожалению, уже ничего не здесь произойдет. Скажите, вы вчера смотрели картину, у вас было чувство неловкости, волнения, тревоги, ожидания? Что вы испытывали, когда смотрели патриотическую комедию? У меня было волнение, я очень волновался. И вот вы поверьте, не из-за того, что я волнуюсь, как это все, как я там сыграл. Нет, где-то, вот честно сказать, я знал, что я сделал, потому что я до этого уже не снял несколько раз. Я немножко самовлюблен, как я... Вы самим себе нравитесь, да? Нет, я еще не умею, вот так еще вот не научился смотреть на себя. И вы себе противны, да, наверное? Или масса претензий? Есть претензии, есть какие-то... Думаешь, можно что-то делать по-другому. Сереж, для зрителей, назовите несколько, хотя бы, своих картин и ролей в кино. Ну, те, которые вот я сейчас сделал, да? Ну, и раньше, и сейчас. Ну, это вот патриотическая комедия, это «Прорва» Ивана Дыховичного. Это «Чернов-Чернов» я снимался у Юрского. У Юрского. Я снимался у Панфилова в «Матери». Ну, так... Скажите, а все-таки, на ваш взгляд, вот, а театр, который по счету вы меняете? Я не меняю театр. А вы работали у Виктюка, правильно? Я пришел в театр Вахтангова в 80-м году, вот, до сих пор там служу. А с Виктюком мы встретились в театре Вахтангова. Мы делали уроки мастера. Я играл Шостаковича в Медичи. Расскажите об Виктюке. Ну, это тот режиссер, которым я счастлив, что я его встретил. Потому что он мне... Он мне... Помог... Понять, что такое новый подход к профессии, новый подход вообще к сцене. Умение себя расположить по-новому. Новый театр... Театральный язык. Но он не ломает вашу школу? Ведь она так или иначе была. Вы знаете, она была, но... Не было... Не было интересно. Вот, если честно говорить, мы... Я работаю в театре уже давно, 12 лет. И как-то в течение первых шести лет это было... Это было сложно, это было по-разному. Ну, вот не было каких-то таких спектаклей. Были периоды, когда я собирался уходить из этого театра. Даже были... Ну, были. Да. Когда театру было плохо или когда театру было хорошо? Нет, вы знаете, когда театр зашел в сложный для него период, а мне надоело играть то, что мы предлагали. И я подумал, что все-таки мне хочется чего-то другого. Как-то изменить свою судьбу. Я думал уйти к Табакову. Вот туда в подвал, да? Да, в студию. И он меня... Я пришел, он меня прослушал. Ну, как, я прочитал басни. Серьезно? Хотел не знал. Как начинающий, собственно? Да, как начинающий. Ну, для того, чтобы познакомиться. Хотя он меня знал, я когда-то поступал к нему же. Но не поступил. В театр или в училище? Да, вот когда я поступал в театральный, я поступал и в Табаковскую студию, и в Щукинской. Но тогда меня не приняли. Как басни, что и басни? Басни. И он сказал, ну что, мы вас примем. Я написал заявление. Мне его не подписали. Это очень смешно. Не подписали. Я сказал, да, я сказал, почему? Я решил, я хочу изменить свою жизнь. Ну, ладно. Ульянов говорит, решайте, как вы хотите, только доработайте до конца сезона. И я ходил к нему репетировать спектакль «Двенадцатую ночь» в подвальчик. И возвращался к себе в театр играть спектакли, доигрывать. И, знаете, было ощущение, что вот это мое руководство, как добрый хозяин, который, нет, чтобы сразу отсечь хвост, он так по кусочкам отрезает. Это был дикий период у меня. Я не знал, что получится. Моя семья волновалась безумно. Но он должен сказать, что моя жена сказала так. Ты решай сам. Потому что нас, грубо говоря, не бери в расчет. Потому что для нас важнее твоя собственная творческая благополучие. И я ходил в подвальчик и возвращался в театр. В подвальчик и в театр. И я понял, что я люблю большую сцену. Не потому что подвал плохо. В подвале тоже надо замечательно работать. Там свой... Ну, там другие законы. Да, там свой стиль. И мне кажется, что я сумел бы себя расположить вот к этому месту. Но когда я так выходил на свою сцену, я подумал, что нет, нет, не могу я. Мне нравится вот так выходить из акулис. Мне нравится большой зал. Мне нравится, что я работаю все-таки с прекрасными актерами. Так получается. Думаю, нет, 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 нет. Скажите, Сережа, а вы часто подчиняетесь мнению и просьбам жены? Я ей доверяю. Она мне умный человек, и я прислушиваюсь к ее мнениям. Хотя иногда, вроде бы, как мужчина, я говорю, что внутренне. Да нет, мол, я прав. Ну, а потом постепенно осознаю, что... А в кино вы пришли уже человеком достаточно взрослым. Да. Нет, я в кино начинал в 80-м году. У меня были на одесской студии такие... На одесской? Да. У кого? Я снимался у Лысенко. Это было такое, взять живым. То есть я там играл тогда разведчиков, танкистов, кавалеристов. То есть я проходил армию заочно. Так, и это были роли, о которых я ничего плохого сейчас сказать не могу, потому что для меня тогда это было все в дикое. Я тогда не задал себе вопросом, плохое это кино или хорошее. Плохой это режиссер или хороший режиссер. Для меня это было... Впервые меня пригласили, мне было безумно интересно. А уж теперь, оглядываясь на кино, можно что-то сказать про них. А тогда только хорошее. Вот сейчас время такой всеядности. Многие актеры, в общем-то, уже и страдают от того, что они соглашались сниматься в любых фильмах, либо заработать денег. У вас есть какая-то своя принципиальность в этом? Или вы всеядны? Нет. Вы знаете, я вам скажу честно, мне бы хотелось сниматься в хороших сценариях и с хорошими режиссерами. Сейчас вот так, поверьте, было несколько случаев, когда я отказался от больших денег, от главных ролей, потому что сценарий, ну, ни в какие рамки не лез. Деньги, деньги, деньги. Да. И они пытались купить большими деньгами, я сказал нет. И мне еще помог мой сын. Он сказал, говорит, что если ты себя считаешь серьезным актером, ты не должен сниматься вот ни за какие деньги вот в таком. Потому что если сценарий невозможно дочитать до конца, и там тема о каких-то животных, которых крадут, из которых делают шапки, и опять воруют, а потом якобы возвращают за деньги. И это называется комендия.